Здравствуйте! Вот такие удобные булочки у меня получились за 15 минут после того, как подошло тесто. Они очень мягкие, воздушные, сочные. Сейчас хочу вам рассказать, как я это все произделываю. Такие булочки очень вкусные к чаю. Они очень мягкие, поджаристые, с сахар растаял. И не нужно заморачиваться с тем, какую начинку вовнутрь положить. Если у вас ничего на данный момент в доме нет, кроме сахара, то вам ко мне на канал. Сначала я замесила тесто. У меня было кислое молоко. Я с него сделала творожок. Вот такой творожок у меня получился в домашних условиях. Как делать творожок, я вам расскажу в следующий раз. А сейчас о тесте. Тесто, конечно, можно купить. Тесто это будет дрожжевое. Но я делала его сама. В общем, осталась у меня после творога сыворотка. Положила я туда чуть-чуть сахара. Нет, соли. Затем одну чашечку вот такую сахара полную. Два яичка. Немножко соды. Так как сыворотка с кислого молока. И две столовые ложки сухих дрожжей. Дрожжи я вот такие пекарские обыкновенные брала. Затем тесто, когда подошло, нужно его раскатать в тонкий пласт. Вот такой тонкий пласт я раскатала. Смотрите, вот толщину палец по кругу должно быть практически одинаково. Теперь беру сахар. Это я вам покажу, как я делала эти булочки. И разравниваю руками по всему периметру. Вот так. Не прижимать ничего. Теперь нужно свернуть рулетиком. Сворачивать можно как можно плотнее. Чтоб был тугой рулетик. Вот. Разрезом низ. Теперь вот так и выравниваю. Чтоб оно было практически по ширине одного размера. Там прижала, там отжала немножко. Вот так. Теперь самое интересное. Берем нож. И начинаем вырезать булочки. Вот я отрезала кусочек. Макаю муку. Вот так оставляю. Булочка в это время, когда набухает, разравнивается. И получается. И сахар топится. И очень красиво получается. Легко и просто. Низ обязательно нужно макать в муку. Чтоб не пристало. Вот видите, какая прелесть получается. Ничего сложного. Очень вкусно. И красиво. Отрезала и поставила. На противень, когда я уложу свои булочки, нужно налить растительного масла. И сверху уложить, вот на таком расстоянии, друг от друга, булочки. Потому что в процессе, когда-нибудь пихтись, выпекаться, они увеличатся в размере. Вот такие будут мини-розочки. Сейчас у меня там другие пекутся. Поэтому эти я пока туда поставить не могу. Подожду, когда вымут ту партию. А вот такие розочки получаются после того, как испечется булочка. Пропекается со всех сторон. Душистое, ароматное. Это краёчек. Видите, розочка не такая красивая, как здесь. Можно начинку творог положить вовнутрь, сладкий. И тоже так же завернуть. Будет очень вкусно. Когда под рукой ничего не оказалось, то можно и просто обойтись с сахаром. Сахар есть в каждом доме. Можно. Вот эти булочки у меня получились с грушами. У меня были груши, я нарезала кубиками. И вот такие булочки. Они сырые, надо посыпать. Груши потекли, и поэтому ёшечка выделилась. А при замесе теста муки нужно столько, чтобы тесто не прилипало к рукам. Всё зависит от того, сколько продуктов вы поставили. Примерный рецепт я вам напишу. А там будете сами. Вот такое вот тесто должно быть в результате. При нажимании возвращается назад. Немного усилий, и такая вкуснота готова к чаю. Это булочки с грушами. А это пустые с сахаром. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. До свидания.